Как вы думаете, что ждет на 2017 году? И может быть начнем с политического какого-то ландшафта? Будут ли выборы, будут ли встряски, будут ли новые коалиции? Нет, новые коалиции не будут, выборы не выйдет, скорее всего. Ну, потому что сейчас мы их не видим отсюда, с этой точки зрения мы их не видим. Я не думаю, что выборы будут. И что интересно? Интересно то, главный вопрос. Вот эта турбулентность в банковском секторе и в секторе инвестиционном, когда к нам пока не идут большие инвестиции, не приведет ли оно к, скажем, нивеляции наших экономических достижений? То есть нам необходим сейчас рост взрывной, 5-10%, 8%. А может получиться, что в лучшем случае будет застой, понимаете? Потому что вот сейчас нужно будет профинансировать Приватбанк на колоссальную сумму денег. Ну, действительно, которую нужно напечатать. Да, которую нацбанк напечатает. Но они не сразу поступают в экономику, мы же понимаем. То есть они лежат там, эти обязательства. То есть они не залпово приходят в экономику. Они лежат там какое-то длительное время. То есть они не прямо и не сразу действуют на инфляцию, но тем не менее. Вот очень интересно, справится ли наша страна с тем, чтобы все-таки в рост выйти, в хороший рост, несмотря на все эти вызовы. Ну и, конечно, нам очень нужно привлечение инвестиций. То есть это деньги берутся из никуда, приходят в страну и делают результат. Это крайне важное задание вот сейчас. Знаете, мне кажется, что те люди, которые в 90-х годах распугали инвесторов у нас, это просто такое преступление против человека, против нашей роли, человека. Подождите, у нас вот месяц назад саживали виноградники французскому инвестору, что в 90-е годы у нас и поближе варианты есть. Продолжаются, да, такие пакости. То есть когда просто люди хотят делить, не хотят работать. Нам нужно перевести вот эту матрицу, чтобы люди хотели работать, чтобы понимали, что через труд они достигают результата большого. Не через перераспределение. Через перераспределение можно сесть в тюрьму или там получить массу имиджевых проблем. А через работу можно достичь чего-то. Вот нам такую систему нужно основать. Это крайне важно сделать. Всячески поощрить честный труд. Через законодательство, через вообще атмосферу в обществе, через инвестиции иностранные, чтобы показали, что человек приходит без никакой крыши из-за границы и начинает работать, и имеет результат для себя и в том числе для страны. И может спокойно, кстати, выводить эти деньги, которые он заработал. Поэтому вопрос с инвесторами это ключевое. Это то, что просто китайцев, там, не знаю, все южных корейцев, массу других сингапурцев, восточноевропейцев, западноевропейцев и повытаскивало из огромных дыр вот эти все страны, в которых они были. Нам надо с этим работать очень. Конечно же, в том числе и вводить наш главный ресурс или один из главных ресурсов – это землю, в этот оборот. То есть вы считаете, нужно открывать рынок? Да, нужно открывать рынок, но частной собственности только для граждан и только мелкой, исключительно мелкой, пускай там до 500 или до 300 гектаров. А иностранцев привлекать по аренде долгосрочной, чтобы они могли покупать долгосрочную аренду. Пускай сделать, сейчас у нас 49 лет, пускай там 30 лет, даже чуть-чуть сократить. И пускай они приходят, торгуются за аренду. Права аренды практически идентичные. Разве у нас сейчас нельзя арендовать землю долгосрочную? Можно. То есть в принципе ничего же не надо. Да, но это нужно легализировать, чтобы иностранцы туда нормально проходили в этот рынок. Они сейчас и так приходят, но это должно быть очень чисто все сделано. А частную собственность все-таки оставить для граждан и только мелкими наделами. Потому что частная собственность – земля – это такая вещь, которая заканчивается. Ну, имеется в виду ее не бесконечное количество. И никакой инвестор не может заселить территории, не может нарожать там кучу детей, не может просто освоить территорию. Он просто всего-навсего собственник, который живет где-то там далеко. Поэтому нам нужно, чтобы землей, реально мелкими наделами владели те люди, которые живут там за 20 километров от той земли. А не в Киеве или в других областных центрах. Нет. То есть все-таки вораторий продержит? Да, слишком популистично. Это огромное решение огромной силы. Чтобы его продавить, нужно просто нашим людям в мозгах что-то продавить. Поэтому, конечно, будут на этом паразитировать оппозиции. И они просто… И вот этот шум не дает принимать большие решения. Но просто людям нужно элементарно объяснить. Вы знаете, есть еще та проблема, что вот если мы говорим, что частная собственность на земле только для маленьких, и только для украинцев, и маленькими наделами, то тогда у крупных, которые могли бы это продавить, пролоббировать, у них просто пропадает аппетит ко всему этому. Они понимают, что это не для них. Поэтому здесь заинтересованной стороной, конечно, должна быть власть. А не просто дать это на откуп всяким лобби. Ну и ваш прогноз Меркель в следующем году? Да, станет констатом? Ну пока у них все хорошо. Пока. Ну немцы, они такие фундаментальные. Я так вижу, что они не устают от политиков. То есть они очень редко устают. И если у них появляются к политикам вопросы, то они очень такие серьезные и фундаментальные. То есть по мелочи они не задолбывают своих политиков. Мы видим это по немецким канцлерам. У них эта парламентская система работает так, как, наверное, ни у какой другой страны не работает сейчас. Это именно, я считаю, из-за основательности немецкого народа. Ну ваш прогноз на выборы во Франции? Во Франции? Ну пока есть большая проблема, что может победить правый человек, который не Ле Пен, а правый человек, который, в принципе, говорил интересные вещи. Фион. Что я, конечно, поддерживаю отношения с Россией, но с Америкой я их поддерживаю еще больше. Конечно, для нас Америка важнее. Но при этом он говорил, что необходимо снимать санкции с Россией. И говорил это много раз. То есть вот этот человек сейчас может оказаться консенсусом французов. Для нас, как ни странно, вот левые французские, они более симпатичные. Леваки. Потому что везде, во всем мире, для нас, для украинцев более интересные правы. Кстати, в Соединенных Штатах тоже республиканцы, как правило, для нас были более симпатичными. А во Франции все по-другому. В Франции политическая структура такова, что после серии революций у них общество поделилось на две практически равновеликие части. И там еще есть четверть населения. Это или те, которые родились за границей, или чьи родители родились за границей. То есть четверть Франции уже. Черной, желтой, арабской, какой угодно. Это страна уже очень сложная, такая композиция. А вот интересно, принесли предоставление Украине безвездного режима на апрель. Месяц, хоть потом и убрали эту дату, но тем не менее на апрель ее принесли. И пока ее никто не опроверг. Это уже будет после выбора во Франции. Вот не кажется ли вам, что это будет раньше? Нет, это будет раньше. Выборы во Франции, конец апреля. То есть вы считаете в начале? Нет, я считаю, что это дадут еще раньше, где-то в феврале. То есть вы считаете, что безвезд будет в феврале? Да, ну решение по безвезду будет в феврале, а практическое ее внедрение там может даже к концу весны. То есть это может быть достаточно долго. Ну, после того, как было продавлено вот это решение по ассоциации через голландский барьер, у нас уже там не осталось практически никаких проблем в этой сфере. Скорее всего, безвезд будет. Ну да, он немножко ограничен. Ограничен вот этим механизмом его прекращения временной приостановки. Но, тем не менее, это очень важно. Это действительно хороший прогресс не только для туристов, но в первую очередь, конечно, для студентов и для мелкого бизнеса. И, кстати, я немножко знаю, как проходило это продавливание этого голландского барьера. Вы знаете, наше руководство проявляло такую настойчивость очень сильно. Потому что была угроза, что просто голландцы скажут, нет, мы не ратифицируем. Но они забрали у нас все. То есть они даже перспективу не хотят. Мы даже говорили, что мы с перспективы хотим учиться. Вы считаете это не амстанно? Нет, это был бессмысленный совершенно набор фраз, которых выхолостили и которые вставили, чтобы успокоить голландских избирателей. То есть вот этот такой маленький меморандум там в конце, он был написан для голландских избирателей. И, возможно, я не исключаю, что голландское руководство это делало для России. То есть мы этого совершенно не можем исключать, потому что через Голландию идут огромные торговые поставки, в том числе и в Россию. Голландия – это хаб, огромный хаб по торговле. То есть это страна, которой торговлей занимается последних 500 лет и очень интенсивно, очень интенсивно. Это суперторговая страна. И вот просто мне кажется, что где-то россияне им попросили их провести сначала референдум, потом их попросили опять-таки вставлять вопросы. Но в результате… Рубка у Москвы далеко постирается. Да, но в результате деньги тратят российских налогоплательщиков на всякую чепуху. Но в результате ни к чему это не привело. Потому что, я говорю, реально, по тем данным, которые я имею, задействовали лобби, ну просто колоссальное лобби, для того, чтобы продавить через Голландцев эти вопросы. То есть там были руководители, там было все что угодно. Я вот про Папу Римского только не знаю. Ага. То есть… Ну вы бы рассказали подробности, Глеб, молчите вы. Я не уверен, что я могу. А, ну хорошо. Ну в целом-то, вот вы позитивно смотрите на 2017 год. Народные протесты будут или нет? Давайте так честно. Ну вот, что касается… Учитывая тарифы и всех прочих вещей. Что касается… Ну и народные протесты будут, но локальными. Для больших нет никакого… То есть Майданов не ждем. Локальные протесты по отстаиванию своих прав. И это очень хорошие протесты. Пускай они будут. Потому что они держат в тунду все власти и вынуждают его принимать правильное решение. Что касается оптимизма и пессимизма, то, конечно, мы оптимисты. У нас другого выбора нет. Вы знаете, вот одна киевлянка была премьер-министром Израиля Гулдемейр. Вот она сказала шикарную фразу, которая мне нравится очень сильно. Что евреи не настолько богаты, чтобы позволить себе пессимизм. Тогда это точно про украинцев. Вот они все могут себе позволить. Пессимизм не могут. Конечно же, мы тоже не можем его себе позволить. И есть еще один хороший анекдот, тоже еврейский состав. По этому поводу, как один еврей другому говорит. Говорит, да, тяжело нам, евреям. Все дается в этом мире. Очень тяжело. А второй говорит, да, очень тяжело. Зато все. Вот что бы мы могли сказать. Такое про украинцев? Отлично. Да.